Как все это случилось? Вы были дома? На вас, мол, сигнал. Вы детей бьете, и они громко плачут, и соседям спать мешают. Думаю, интересно. Не впускаю. Вы понимаете, что вы входите в официальную резиденцию иностранного дипломатического агента? Он повторяет. На вас сигнал. Вы подозреваете в плохом обращении с детьми. Ну, мягко говоря, не понял. Сейчас вам документы покажу. Мы должны войти. Начал меня вталкивать в квартиру. Я начал выталкивать обратно. Ну, а дальше дети заплакали. И я защищал детей. Потому что я не знал, что это за люди, которые не предъявили ни жетонов, ни баджей полицейских, никаких постановлений об осмотре, обыске или о чем-то еще. Ну, их было четверо. Я был один. Я давно уже не занимался рукопашным боем. И потом не ставил перед собой задачу кого-то бить. А ставил задачу всего лишь не дать им войти в квартиру и забрать детей. Потому что мы знаем, что в европейских странах бывали случаи, когда под фальшивым предлогом забирали детей у родителей. Ювенальная юстиция – вещь суровая. Потом они, когда уже держали меня на полу с заломленными назад руками, меня сбили с ног, били дубинкой. Ну, я, правда, в своей объяснительной написал предметом, похожим на полицейскую дубинку. Потому что там было уж не сильно разобрать. Когда тебя ломают четверо, это не так просто. Понимаете? Вот. Потом наручники, удар по голове. А между тем, посмотрели содержимое моего кошелька. А там дипломатические карточки и даже дипломатический паспорт. Советник и посланник посольства Российской Федерации выдан МИДом России. Зеленый дипломатический паспорт. И карточки. Двое детей и моя. Выданные МИДом Нидерландов. Ну, а дальше, я говорю, удар по голове. Я отказался идти. Голова сильно заболела. Ну, сознание не полностью. Все. Громко кричал, требуя российского консула. До машины меня несли. А детей взяли? Детей взяли уже в мое отсутствие. Они перерыли все детские вещи. Взяли какую-то одежду. Надо им отдать должное. Они не взяли детей в ночной одежде. Они уже были в ночной одежде. Они ходили во что-то. По своему, так сказать, пониманию, во что можно одеть. Взяли даже памперсы для сына. И дети. Весь остаток до того момента, как приехал дежурный дипломат, разобрался. Причем я его не мог вызвать. Телефон мне, естественно, никто не предложил. И телефонный звонок мне тоже никто не предложил. Ну, и после этого нас отпустили. После того, как приехал дежурный дипломат. В Твиттере писали, что девочка не хотела идти. Девочка не хотела идти. Но это, понимаете, я пришел к такому выводу. Когда мы с женой, когда я вернулся уже, мы начали осматривать ребенка. Я не могу сказать, что у нее какие-то телесные повреждения, синяки. Синяки у меня. Но у нее нет. Но у нее вот изрядный клок волос вот отсюда. Он был вид какого-то колтуна такого, знаете, скатанного. И болтался на волосах. На оставшихся. Дернули. Наверное. Для того, чтобы она пошла. Это мои догадки. Это мои догадки. Но то, что она лишилась части волос вот здесь, это факт. Я сам ездил в госпиталь, освидетельствовал вот это все безобразие. Вот. Ее не повез, потому что она остаток ночи спала очень плохо. С капризом началась следующий день. Да и сейчас еще не до конца оправилась от этого всего. Ну, хотя в садик уже ходят. А как выглядели эти люди? Они были в форме? Они были в форме. Я никакой не эксперт по местной полиции. Я занимаюсь вопросами двусторонних отношений и международной политики. Но никак уж не связями в полицейской области. Они были в какой-то форме, наверное, в полицейской. Может быть, нет. Ну, просто их поведение было не вполне похоже на поведение обычно корректных голландских полицейских. Эти люди не знали то, что международное право предполагает неприкосновенность жилища иностранного дипломата. И даже когда они увидели, что я действительно имею статус иностранного дипломата, аккредитованного в Нидерландах, они не потрудились исправить свою ошибку. Более того, из полиции меня выпроводили без извинений. А соседи могли действительно жаловаться? Вы знаете, я два года живу в этом доме. В доме живут как граждане Голландии, так и иностранные дипломаты. У меня с соседями очень хорошие отношения. Ну, собашники есть. Мы вместе гуляем с собаками. Стат здоровыми со всеми. Моих детей прекрасно знают. Я не думаю, что кто-то это сделал из соседей. И самое главное, уж точно не могло быть, как утверждают местные, скажем так, полицейские, не может быть того, что я бил детей по голове, тащил за руку домой, они упирались вечером-то. И что таким образом я плохо обращался с детьми. Это неправда. Этого не могло быть, потому что этого никогда не бывало. И поймите почему. Мне 46 лет. Дочке 4 года. И когда дети поздние, то отношение к ним несколько другое, чем обычное отношение к маленьким детям. Отвечал на ваши вопросы. Но когда он смотрел мои документы, один из них, другой, расстегнул кобуру и вот так вот держал руку на рукоятке пистолета. И кричал что-то. Я плохо понимаю нидерландский язык в его исполнении криком. Плохо понимаю. Поэтому не знаю, что он кричал. Но может быть, я буду стрелять. Может быть. Не уверен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.